Добрый день! Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач по контролю за реализацией достигнутых договоренностей о прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе. Нарушение режима прекращения огня не отмечено. Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение на территорию Нагорного Карабаха беженцев. На сегодняшний день уже возвратилось 50 116 человек. Российскими инженерно-саперными группами осуществляется очистка территории от неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проверено 802 здания, более 210 километров дорог, очищено 566 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 23 759 взрывоопасных предметов. Во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста и с привлечением представителей азербайджанской и армянских сторон, группами Центра гуманитарного реагирования ведется поиск и передача тел погибших военнослужащих. Продолжается работа дополнительно созданной группы по поиску тел погибших в районе высоты с отметкой 3358 в Кельбаджарском районе. Выполняются задачи по сопровождению колонн в зоне проведения миротворческой операции. С 15 января российской военной полицией обеспечено безопасное прохождение 8 автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана. С 17 января российскими военнослужащими обеспечено сопровождение группы паломников из Армении в монастырь Дадиванка. Наряду с выполнением задач по контролю за режимом прекращения огня и боевых действий российским миротворческим контингентом осуществляется инженерное оборудование наблюдательных постов, благоустройство мест дислокации, проводятся занятия по боевой подготовке. Мы находимся на общевойсковом полигоне в районе населенного пункта Степанакерта, где с личным составом российского контингента проводятся занятия по программе подготовки миротворческих подразделений. Продолжается вакцинация российских военнослужащих от COVID-19 российской вакциной «Спутник ВИА». На сегодня вакцинировано 1225 военнослужащих. Мероприятие будет завершено в установленные сроки. Выполнение задач по поддержанию мира в регионе продолжится в соответствии с ранее принятыми договоренностями. Благодарю за внимание.